Всем привет! С вами Алекс и Алиса. В этом видео вы увидите обзор новой Яндекс.Станции. Поехали! Итак, всем привет! С вами Алекс и в этом видео мы вместе с вами посмотрим на новую Яндекс.Станцию второго поколения. Начнем с дизайна и внешнего вида. У меня не просто так рядом стоит станция мини. Это первая колонка Яндекс, с которой началось мое знакомство с системой умного дома от этой компании. И первое, что хочется отметить, это ткань, которая изменилась. В новом поколении уже появились серые вкрапления, то есть это нечистый черный цвет. Ткань стала немного грубее, но и плетение также изменилось. На мой взгляд, выглядеть стало определенно лучше. Продается Яндекс.Станция второго поколения в четырех цветах. Это антрацит, медный, кобальт и песочный. В отличие от станции первого поколения, тканевая часть корпуса здесь несъемная, поэтому в дальнейшем цвет вы заменить не сможете. Так что сразу выбирайте именно тот, который вам больше всего понравится, потому что все-таки такие колонки покупаются далеко не на один год. И, кстати, большое спасибо интернет-магазину Play.ru за то, что предоставили мне Яндекс.Станцию второго поколения на обзор. И если вы захотите ее себе приобрести после просмотра этого ролика, вы сможете это сделать по ссылке из описания на их сайте. Ну и если сравнивать со станцией первого поколения и Max версии, то, конечно, нельзя не сказать о том, что дизайн полностью изменился. Во-первых, пропало кольцо регулировки звука. Теперь его заменяет сенсорная панель. Также изменилась форма, колонка стала чуть меньше, и позже мы поговорим о том, как это сказалось на звуке. Также пропал порт для проводного подключения колонки к интернету и к телевизору при помощи HDMI. И, как говорит сама компания, если вам нужна эта функция, вы просто можете отдельно докупить Яндекс.Модуль. Это ТВ-приставка, которая продается у компании. Из портов и органов управления теперь есть только USB Type-C для подключения питания. Он находится на задней стороне. Также есть кнопка, которая отвечает за включение и отключение мьюта, для того, чтобы колонка вас не слушала. Ну и, как я уже и сказал, кольцо для регулировки громкости и все остальные кнопки теперь заменили сенсорной панелью. И давайте к ней перейдем. Во-первых, сразу хочется сказать, что выглядит она очень круто, и если сравнивать с теми же HomePod'ами от Apple, где тоже есть небольшая светодиодная панель в верхней части колонки, то я могу без каких-то сомнений сказать, что Яндекс сделали круче. LED панель располагается по всей верхней части колонки, и только в центре есть небольшая область, на которой находятся все кнопки. Это плей-пауза, плюс-минус для регулировки громкости, но и также есть отдельные свайпы для переключения между треками. Также приятно, что подсветка сопровождает все ответы голосового помощника, и это выглядит красиво. И вдобавок к этому есть несколько режимов подсветки. Теперь перейдем к звуку, и в Яндекс.Станции второго поколения установлено два широкополосных динамика, два пассивных излучателя, и их общая мощность составляет 30 Вт. За счет расположения динамиков колонка играет на 360 градусов, и это на самом деле классно и очень удобно, потому что если вы, например, находитесь в компании, вы можете поставить станцию второго поколения в центр стола, и для каждого человека, который находится в комнате, она будет играть одинаково. И еще одной важной конструктивной особенностью колонки является опериодическая решетка. По заявлениям, Яндекс благодаря такому решению не будут пропадать некоторые частоты, как это бывает в других колонках, где решетка обычная. Также есть удобный эквалайзер, в котором можно выбрать несколько пресетов, это хип-хоп, рок и другие жанры музыки, ну и также настроить отдельные частоты под себя. Но и это еще не все, также есть функция, которая настраивает звук под помещение, в котором находится колонка. Я не могу сказать, что это какая-то очень крутая функция, потому что, например, когда колонка у меня находилась на столе, я пробовал ее активировать, и мне показалось, что с ней звук становится немножко тише, меньше басов, и мне не очень понравилось. Но когда я расположил свою колонку в полке, это пространство, ограниченное практически со всех сторон, только одна часть открыта, которая смотрит на меня, и с активированной настройкой звук стал немного приятнее. Поэтому нужно тестировать, для каждого подойдет индивидуально, но на самом деле классно, что такая функция есть. Что касается звука, я могу сказать, что он мне понравился. Он действительно неплохой, есть детализация, отлично слышно все частоты, также есть басы, что на самом деле очень приятно, я люблю, когда в звуке их много. Но, к сожалению, по уровню громкости Яндекс.Станция второго поколения не дотягивает до Max.Версии даже первой Яндекс.Станции. Но, с другой стороны, я не могу сказать, что это серьезный недостаток, потому что все-таки уровня громкости в данной колонке достаточно для обычного помещения. И сейчас на экране вы можете увидеть несколько треков из того списка, которые я уже успел прослушать на второй станции, и я могу сказать, что мне понравилось. Все песни звучали хорошо, и я бы на самом деле даже был бы не против купить такую колонку себе, и с таким уровнем звука я считаю, что она стоит своих денег. Но, с другой стороны, вы все же должны учитывать, что это в первую очередь умная колонка, и если мы будем сравнивать с ней какую-нибудь джибель за те же деньги, там, естественно, звук будет совершенно другого уровня. И, к сожалению, у меня сейчас нету первой станции, либо же Max-версии, для того, чтобы я смог их сравнить со второй станцией, но, с другой стороны, у меня есть мини-версия первого поколения, и, я думаю, будет очень интересно посмотреть на сравнение двух этих колонок. Тем более, как мне кажется, на второе поколение все-таки будут переходить, скорее всего, вот с таких вот моделей, а не с более флагманских по типу Яндекс.Станции Max. К сожалению, из-за авторских прав я не смогу запустить свои любимые треки, но мы послушаем то, что есть в стандартной фонотеке Ютуба, и думаю, что для демонстрации звука этого тоже будет более чем достаточно. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И далее предлагаю поговорить о приложении Умный дом. Раньше настраивать Яндекс.Станцию, да и другие аксессуары для Умного дома приходилось при помощи отдельной вкладки в браузере Яндекс. Теперь появилось отдельное приложение, оно практически не отличается, и как только мы его запускаем, мы сразу попадаем на главную страницу, где мы можем увидеть карточки со всеми аксессуарами и устройствами, которые у нас есть в данный момент в системе Умного дома. На вкладке Сценарии мы можем настроить свои голосовые команды, которые будут выполняться при каком-то условии. Например, именно так я настроил Алису для начала этого обзора. Теперь перейдем к параметрам самой колонки. Как мы можем заметить, ее можно переименовать, назначить дом, либо же комнату, в которой она находится. Настроить эквалайзер, как я уже и говорил, в нем можно изменить отдельные частоты, выбрать какой-то готовый пресет и также активировать функцию для настройки колонки под вашу комнату. И помимо этого, пользователь может настроить LED-панель, выбрать несколько вариантов ее свечения и также почитать какую-то информацию о Яндекс.Станции второго поколения. И одним из главных нововведений в данной колонке является поддержка устройств Умного дома Zigbee. Теперь колонка может быть пультом управления для всех аксессуаров с данной технологией, то есть хабом. Вся суть заключается в том, что Умный дом Zigbee работает не по Bluetooth, не по Wi-Fi и это его главное достоинство. То есть вы можете управлять всеми аксессуарами из любой точки мира при помощи колонки. Но я не могу сказать, что это прям та самая функция, ради которой вам стоит обновляться на новое поколение Яндекс.Станции, потому что я, например, уже несколько лет пользуюсь обычным Умным домом от той же Яндекс, это их Умный Свет и другие устройства, поэтому я для себя, например, не вижу смысла обновляться на другой Умный дом, потому что у меня и так всегда под рукой находится телефон, к которому подключен Wi-Fi, и то же самое я могу сказать про Яндекс.Станцию, которая также постоянно подключена к сети. Ну а я на этом буду заканчивать, надеюсь, что вам понравилось данное видео. Обязательно поставьте под ним лайк, подпишитесь на канал, ставьте классный комментарий. Купить Яндекс.Станцию второго поколения вы сможете по ссылке из описания на сайте интернет-магазина Player.ru. Также подписывайтесь на мои другие социальные сети, ссылки также будут в описании. Ну а с вами был Алекс, всем удачи и пока! Субтитры сделал DimaTorzok